Всем привет! Начинаем главу «Динамическое программирование». Начнем мы с повторения алгоритма для задачи вычисления чисел Фибоначчи, который мы с вами уже рассматривали. Мы быстренько его повторим, чтобы понять, что некоторые элементы динамического программирования мы уже знаем, а заодно введем некоторую терминологию. Итак, напомним, что числа Фибоначчи — это такая рекурсивная определяемая последовательность, которая начинается с нуля и единицы, а дальше каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Есть естественная задача такая. Мы по данному числу n, неотрицательному, хотим вычислить n на число Фибоначчи. Есть естественный способ переписать рекуррентное определение чисел Фибоначчи в рекурсивный алгоритм. Вот он показан здесь уже на слайде, мы его уже видели. И мы знаем, что такой способ вычисления чисел Фибоначчи, он жутко неэффективен. Он работает экспоненциальное время, то есть уже даже при n равном сотне нет никаких шансов дождаться, что этот код когда-нибудь отработает. И мы с вами уже обсудили, почему так происходит. Потому что данный алгоритм по многу раз одно и то же перевычисляет. Вот чтобы вычислить n на число Фибоначчи, он делает два рекурсивных вызова. Один, чтобы вычислить n минус первое число Фибоначчи, один, чтобы вычислить n минус второе число Фибоначчи. Эти рекурсивные вызовы, каждый из них разворачивается в свои два рекурсивных вызова. И когда мы так все-все-все развернем, мы увидим, что в дереве на самом деле очень много всего повторяется. Вот n минус третье число Фибоначчи наш алгоритм вычислит три раза целых. Непонятно зачем. В прошлый раз мы с вами избавились от этой проблемы, просто заведя массив, в который мы просто последовательно его заполняли. Еще один способ избавиться от перевычислений, то есть вычислений одного и того же по многу раз, заключается в следующем. Это так называемый прием динамическое программирование назад или динамическое программирование сверху вниз. Или иногда это еще называют мимоизацией или ленивым вычислением. Итак, давайте сделаем следующее. Давайте, как и прежде, заведем массив f, который будет размера n плюс 1. И мы его изначально проинициализируем минус единицами. Минус единица будет отвечать за то, что ни одно из чисел Фибоначчи пока у нас не вычислено. Алгоритм по-прежнему у нас будет рекурсивным. Вот fib.td. td здесь от слов top-down сверху вниз. Это тот же самый наш алгоритм, который был на предыдущем слайде, просто обернутый, скажем так, вот этой самой мимоизацией. Мимоизация говорит нам, что мы просто каждый раз, когда вычисляем какое-то значение, мы его сохраняем в таблице. А каждый раз, когда нас просят узнать какое-нибудь число Фибоначчи, мы сначала посмотрим в таблице, не вычислено ли оно уже. И если вычислено, то сразу вернем. А если не вычислено, то будем вычислять рекурсивно. Вот получается такой алгоритм. Это тот же самый еще раз алгоритм, которому мы просто обернули его вот этими двумя строчками. То есть если число уже есть в таблице, мы его просто возвращаем. А если его нет, тогда мы, во-первых, его вычисляем, вычисляем его рекурсивно. Но перед тем, как вернуть, мы сохраняем его в соответствующую ячейку таблицы. Называется это динамическим программированием сверху вниз, ну вот потому что, чтобы вычислить, например, седьмое число Фибоначчи, мы вот пойдем, как и показано здесь, вот по такому пути. Происходить будет следующее. Рекурсивный вызов для седьмого числа Фибоначчи пройдет два других рекурсивных вызова для шестого числа Фибоначчи и пятого. Они в свою очередь пройдет рекурсивные вызовы для меньших чисел Фибоначчи, ну и так далее. То есть мы будем спускаться, спускаться, спускаться. В конце, когда мы дойдем вот до сюда, до конца рекурсии, здесь произойдут возвраты вот этих вот значений. Ну и постепенно этот массив так вот снизу вверх потом заполнится. Рекурсивные вызовы опять попробуют пересекаться, но уже второй же там вызов для вычисления, например, пятого числа Фибоначчи, он вместо того, чтобы породить другие рекурсивные вызовы, он просто сразу вернет результат из таблицы. В общем, очень естественная идея. Время работы этого алгоритма квадратично, как мы с вами уже выясняли. Ну, то есть понятно, что этот алгоритм делает то же самое, что и наш итеративный алгоритм. Он там сохраняет в таблицу и возвращает результаты. Время работы квадратично, потому что, ну, здесь мы посчитаем, в общем-то, каждое число Фибоначчи по разу, и на вычисление каждого отдельного числа Фибоначчи уйдет не более чем линейное время. И мы говорили, что вот это сложение, оно как раз и занимает время у от N, когда числа Фибоначчи довольно большие уже, потому что при большом N числа перестают помещаться в стандартный тип. Ну, то есть получаются просто числа из примерно там N битов, ну, чуть меньше, какое-то линейное количество битов, которые нам надо складывать, и это занимает время у от N. Отсюда и берется у от N в квадрате. Далее. Также есть такой прием, который называется динамическое программирование вперед или динамическое программирование снизу вверх. По-английски это bottom-up, и поэтому называется ФибБУ. Что я делаю здесь, наша процедура, это то, что мы уже видели. Мы просто создаем массив и решаем задачи от меньших к большим. То есть сначала мы честно говорим по определению, нулевое число Фибоначчи это 0, первое число Фибоначчи это 1, но потом последовательно заполняем все ячейки этой таблицы. Картинка справа показывает, в каком порядке будет заполняться этот массив, но и заодно объясняет, почему это называется снизу вверх. Еще раз снизу вверх называется, потому что в этом алгоритме мы идем от более простых задач, то есть от меньших чисел Фибоначчи к большим. В предыдущем алгоритме было наоборот. Мы, чтобы вычислить большое число Фибоначчи, мы делали рекурсивные вызовы для двух меньших чисел Фибоначчи. Время работы этого алгоритма по-прежнему квадратично, конечно же, ничего не изменилось. Так, еще мы с вами обсуждали, что вообще-то массив нам в предыдущем алгоритме по-честному и не нужен. Вот здесь мы еще раз проиллюстрируем тоже стандартный такой трюк, который в динамическом программировании нам еще не раз встретится. Это то, что можно посмотреть на нашу использующуюся таблицу, ну вот наш массив, который у нас был, и понять, что вообще-то он не весь нужен. Происходит, потому что следующее. Когда мы его заполняем, вот мы идем, мы завели такой массив, изначально записали сюда, ну дальше вычислили вот это как сумму двух предыдущих, дальше вычислили вот это как сумму предыдущих, двух предыдущих, дальше это. Ну вот видно, что когда мы очередное число вычисляем, вот это вот, например, то нужны нам только два предыдущих числа, больше никакие нас уже не интересуют, а значит вообще-то можно их и не хранить. Ну именно это здесь и реализовано, то есть вместо того, чтобы хранить целый массив, мы честно просто поддерживаем два последних вычисленных числа Fibonacci. Вот они здесь называются текущее число Fibonacci и предыдущее число Fibonacci. Ну а дальше просто повторяем n-1 раз такую операцию. Мы вычисляем следующее число Fibonacci как сумму двух предыдущих, ну и обновляем предыдущее и, ну, то есть в текущее после этого записываем вот это вот наше новое вычисленное значение, а перед этим не забываем обновить и как бы предыдущее. Ну и в конце возвращаем текущее число Fibonacci. Работает это столько же, те же самые вот n в квадрате, но просто памяти используют меньше. Давайте резюмировать теперь, что мы на этом игрушечном примере еще узнали. Итак, основная идея метода динамического программирования заключается в следующем. Вместо того, чтобы решать исходную задачу, мы разбиваем ее на множество подзадач и решаем их отдельно. Это очень похоже на метод разделяй властвуй. Основное различие здесь в том, что метод разделяй властвуй, как правило, разбивает задачи на непересекающиеся, то есть задачи независимы. У нас же здесь в методе динамического программирования наоборот, как правило, задачи будут сильно перекрываться. Означать это может разное, но мы увидим еще много раз на примере. Поэтому вместо того, чтобы перекрываться, как правило, означает следующее, что если мы потом эти подзадачи начнем разбивать на под подзадачи, то в разных ветках наших рекурсивных вызовов будут задачи повторяться. Именно поэтому мы заводим таблицу, в которую заносим все уже вычисленные ответы для наших подзадач, чтобы избежать вычисления одного и того же. Ну вот как было с числами Фибоначчи. Итого, еще раз, динамическое программирование вместо решения исходной подзадачи решает коллекцию подзадач. И есть два способа решать эти подзадачи. Либо можно идти от меньших к большим, и тогда это называется динамическое программирование снизу вверх или вперед. Как правило, этот алгоритм итеративный получается. Он начинает со всем маленьких задач, для которых ответ очевиден, постепенно так усложняет, 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 и получает в итоге ответ для исходной задачи. А есть динамическое программирование назад или сверху вниз. Это, как правило, такой алгоритм рекурсивный. Он иногда еще называется алгоритмом с мемоизацией или ленивым алгоритмом. Он для того, чтобы решить большую задачу, просто сводит ее к меньшим задачам и делает рекурсивные вызовы. Но, опять-таки, все ответы сохраняет в таблице, чтобы не получилось слишком много рекурсивных вызовов. И каждый раз перед тем, как начать решать какую-нибудь подзадачу, он проверяет, не сохранен ли ответ для нее уже в таблице. Наконец, последнее, что мы проиллюстрировали на этом примере, и что мы не раз еще увидим, что для некоторых задач, если взять алгоритм, который решает задачу снизу вверх, и посмотреть на то, как он использует таблицу, и какие там случаются переходы, то есть какие ячейки таблицы зависят от каких, то можно понять, что вся таблица и не нужна. Можно уменьшить используемую память вот таким вот несложным трюком. Ну, в дальнейших лекциях мы еще много раз повторения вот этих вот идей увидим. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok